Добрый день дорогие зрители! Сегодня мы приехали в гости к нашему другу и к соратнику Александру Анатольевичу Кутузову. Приехали на объект, который был выполнен буквально... Еще не запущен даже в действие. Мы первые, которые эту песню сегодня испытаем. То есть хотелось бы протестировать печь, узнать как это было все сделано, о опыте Александра Анатольевича услышать, то есть чтобы он рассказал, как он пришел к этому, то есть как он добился результатов, которые сейчас уже имеет и выполняет, скажем, своих объектов. То есть сначала с опыта, наверное, да? Ну, опыт, опыт маленький, с 89 года. Банные печи это, скажем так, профессиональная фишка, потому что самое интересное в пичестроении, что может быть, это банные печи, потому что они приближены к промышленным, да? То есть по условиям эксплуатации, по кондициям, то есть по кондициям кладки, да? По требованиям кладки, по качеству исполнения, по теплотехническим показателям. Здесь камни лежат. Вот это планово будет нагреваться до 50 градусов, то есть вот в рабочем режиме. Здесь вот стенки будут 80 градусов в рабочем режиме, вот печки. Значит, эти будут 35-40 градусов, калорны. Соль будет нагрета до 45 градусов по максимуму. До 45 градусов. Почему? Потому что соляные вообще все вот эти... Я вот хожу рядом, да, у меня уже губы соленые, когда рядом с солью поконю, облизываю, я чистый. Смотри. Да, соль ионизируется. То есть при нагреве от 40 градусов она начинает тонизировать, то есть как бы соединяясь с влажным воздухом, который ее, ну, омывают, да, то есть вот. И с нее отлетают ионы соли, то есть и соединяются с влагой, которая есть в воздухе. А вот хотели в парилку здесь поставить, соль, ну, сделать такой же солегенератор, но в парилке, да. Но в процессе обсуждения с заказчиком есть такие печки у нее, где она стоит прямо в парилке, значит, но для частной бани это хорошо, потому что там, ну, проход народа небольшой и процедура ограничена во времени, то есть там немного человек находится, да, то есть вот сейчас, например, ушел, попарился и ушел, да, то есть такой вреда не получил. А здесь, допустим, при конечном использовании, да, если в парилке все время соль будет ионизироваться, то могут быть люди, допустим, которые, ну, аллергетики, да, то есть у которых аллергия может быть на концентрации соли. Им тогда это будет не полезно, поэтому решили оставить мягкую реализацию в комнате отдыха, а в парилке ее сключить. Если кто-то хочет пожестче, такие кубики есть в администрации, то есть гималайская соли, его можно в каменьку закинуть, она в кубик вот пришел, как мы сейчас пришли, перед началом банной процедуры, да, печка топится, каменька подогревается, то есть закинуть туда кубик соли, и потом, когда при поддаче пара, то есть его поливаешь водой, и с паром эти соли вырываются и наполняют атмосферу парилки, т.е Feuerым туманом, то есть вот здесь вот эта баня, она, ну, задумывалась, то есть вообще как банный комплекс, вся вот эта кухня, которая здесь находится, задумывалась как банный комплекс, начиная от сауны, как вот за стенкой сауна есть финская, значит называется охотничий двichi, да, Блангарский, а там сауна, чисто финская сауна, то есть электрической печкой, ну, на которую, которая заполнена камней, и на которую можно поддавать воду, да, то есть регулировать влажность. парилка там побольше человек на 10 значит здесь русская баня режим русской бани это 60 градусов температура 60 70 и влажность 50 до 60 процентов значит вот за это стенки планировалось сделать ирландскую паровую баню с влажностью 70 80 процентов и температуры наоборот 50 60 можно про баню рассказывать и слушать много как пришел хорошей жизни не жалею работал по молодости на руднике геологом старше ну и был самый не занят из руководящего состава к нам приезжали молодые специалисты но и надо было для них построить жилье доманов и соответственно рудник это тайга то есть это полевые условия дома рублены были то есть бусовые рублены из белья надо было загнать не к тепле но чтобы все это соответствовать проекту развития поселка и т.д. все это должно быть утверждено госгортехнадзор то есть госпожнадзоре во всех этих местах администрация все это должно было быть утверждено вся проектная документация можно было это делать землеотвод сделать все прочее разбить участки построить дома вот на дома должны быть проекты то есть в то время были стандарты надо было только выбирать возможно для застройки пятистенные дома двуквартирные две квартирки по три комнаты одна стенка общая то есть такой барабель по средине общая стена здесь три комнаты здесь три комнаты и огород разделен по висаднику посередине то есть ну вот и директор меня заботил как молодого и самого не очень занятого да сначала запроектирую системы отопления то есть в этих новых домах для молодых специалистов ну а потом значит еще надо было сделать чтобы отопление было экономично потому что дрова они в то время были дровами их надо готовить их надо привозить их колоть надо то есть это затрата то есть печку требовалось поставить еще в один контурах чтобы можно было раздать тепло в соседние помещения которых ну которая печка не вращена то есть поэтому вот я занялся проектированием этих печей система отопления для этих домов ну и потом когда дошло дело до воплощения значит привезли печника которому дали проекты документацию он говорит ладно сиди я сам открою тридцать лет этим занимаюсь я их сделаю как надо это говорит убери себя на память ну и короче этот печник цыган два класса образования столуна за месяц четыре печки построил значит я закрепил наряд очень хороший причем по тем временам там очень нехило 360 рублей я сейчас помню без это прямое население 36 рублей еще плюс 30 процентов северный центр плюс 30 процентов горные плюс 25 процентов командировочные потому что он нам не гибли то есть 15 процентов потому что у него вышло почти 600 рублей у меня зарплата была 270 рублей оклад был ну я тоже получал плюс надбавки ну плюс надбавки да то есть у меня оклад был 270 рублей но я получал 350 допустим с этими с надбавками и минус там налоги да а ему за месяц 600 рублей больше чем у нашего главного режиме больше чем у директора директор меня вызвал что это такое ну если будут косяки сам будешь переделывать косяки незамедленно случится как только печки начали топить директор я вызываю планировка говорит так ты же составлял проект и все иди а он не пользовался этими проектами я проект перерисовывал с книжек по тем временам от Шапилев до с тех пор то есть мне пришлось самому старшему биологу идти одевать перчатки разбирать эти печки там частично ну не все нет 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 разбирать некоторые места разбирать то есть переделывать организовать изучать почему она не топится почему она засаживается быстро в чем причина то есть ну там а потом пришлось вникать почему и зачем то есть и мы со сварщиком начали кубатурить то есть здесь надо теплообменник уменьшить сечение здесь надо теплообменник увеличить сечение здесь надо газоходы увеличить сечение то есть ну и как бы это вот такими опытными путями то есть чтобы полностью печки не разбирать ну довели до кондиционного состояния то есть потом главный инженер попросили ему сделать печку уже и закрепились эти знания потом когда приехал на материн и зарплату перестали платить советское время кончилось приклеил объявление на забор ремонтирует печи камины на остановке прямо вот рядом с домом в этот же вечер пришел дядя говорит печка любит байкальский через дорогу сейчас на сеть пошел починил получил деньги потом еще камин сделал получил деньги потом еще там же байкальский ну то есть они шапочные шапки шили то есть что сделал ну и вот так все так пошло это банная печь она сделана ну скажем симбиоз знаний о банных печах концепции куриных и ванна и сергея то есть здесь несколько концепций закреплено то есть вообще в организации творилки и этой печки закреплено несколько концепций воплощено несколько концепций банных печей значит эта печь с косвенным на грелом камень использована ванна ложа для камней которые разработали курины Иван и Сергей отец с сыном то есть они запатентованы эти бани куриных концепция основана на том что прогрев человека осуществляется мощным инфракрасным излучением то есть по их концепции печка занимает ну скажем так одну треть парилки точно то есть от стенки до стенки чтобы получить хорошую зону лучевой радиации так называемую зону ИК инфракрасного излучения то есть большую зону параллельно поэтому здесь парилки мы уже снимали печка расположена от угла до угла то есть она занимает всю длинную сторону парилки печки при этом она разогрета мы сейчас увидим тепловизор она разогрета одинакова одинакова печь что снизу возле пола что и вверху под последним рядом карнизов то есть температура будет с разницей ну да мы говорим из опыта 3-4 градуса мы создаем под обшивкой под лицевой обшивкой парильного отделения создаем баррикаду баррикаду из материалов которые могут поглощать воду парообразную воду быстро когда избыточный пак в себя впитывает и потом при уменьшении влажности в воздухе то есть эту влагу избыточную которую все накопили отдавать то есть вот буферные свойства такие они имеют картон у нас и бумага да еще и нет глина и опилки да то есть какие же свойства поэтому парильное оповещение отделываем глина и опилки песок и звездка бумага картон по пьемаше ну все сейчас мы идем в парную смотреть что у нас там есть газе света тут у нас есть душевая есть ведро да она еще не подключена то есть мы еще показались в пилотном так сказать варианте ванной процедуре значит душ большая есть маленькая лейка ну а это упорная паринка отдела у нас кедром кедром это кедр кедр а полки сделаны из ольхи светильники вырезаны прямо из кирпича прямо монтированы в печку здесь у нас здесь у нас камень когда там камни ну сейчас пока подавать рано подкинули под отшивку у нас смонтировал паровлажностный буфер под отшивкой да . там абсолютный термос хороший сделан из картона бумаги или на опилок из звездки который регулирует паровлажностный обмен то есть тормозит избыточное испарение влаги и набор быстрый набор влажности то есть бумага и картон в себя и убирают то есть влажность избыточная и поэтому важно все время держаться в определенном уровне здесь нету переизбытка влаги нету недостатка влаги когда недостаток влаги бумага с картоном отдают ее и поддерживается этим самым влажность парень на помещении на уровне 45 50 процентов оставлены каналы вентиляционные каналы значит между печкой и обшивкой под обшивкой проходят вентиляционные каналы то есть там понтилируется дело значит свежий воздух подается с комнаты отдыха с комнаты отдыха через щели которые оставлены возле портала щелевые каналы они заходят заходят вот сюда за печку между ограждающей конструкции между стеной и печкой то есть оставлен канал 3 см 4 толщиной и с этой стороны также по всей площади печи по всей площади печи оставлен канал есть циркуляция вот с этой стороны круговая парилки нагреть подогреть ограждающие конструкции чтобы они не выслужали парилку чтобы термос создать и под обшивочная вентиляция вот здесь вот в этом слое вот она под вагонкой чтобы вот то есть теплый воздух поднимается здесь проходит по потолку до наружной ограждающей конструкции он туда там опускается вниз вот здесь вниз опускается и под полком под полком уходит под пол опускается за счет чего остывает остывает он остывает становится тяжелее уплотняется и опускается вниз и свежими порциями так сказать круговая циркуляция я на тепловизоре перед тем как утеплять парилку посмотрел все слабые места потолок в парилке как мозаичное одеяло как лоскутное дело красно-синяя желтый ну как промерзание идет неравномерно здесь была температура 23 градуса температура стен было вот этот угол он был покрыт и ним и изнутри температура была его 1,4 1,7 градусов сочленение вот этой стены и вот этой утеплите снаружи не представляется никакой возможности почему потому что там следом еще одна стенка вот со ступкой в пол кирпича и туда не залезешь они закрыты в общем фасад то есть чтобы туда добраться и утеплить вот эту часть в таком проеме мы его не сможем утеплить как положено мы можем какую-то часть заткнуть ватой по глубину 30 сантиметров 40 и все поэтому было принято решение изнутри да то есть поэтому украли немножко места здесь мы поправим почти 14 сантиметров здесь нужно почти 18 по тактильным ощущениям где то есть поток свежего воздуха прямо где-то залетает и прямо чувствуется что это абсолютно свежий воздух тем не менее вот градусник показывает температуру 50 градусов инфракрасное излучение от печки уже достаточно такое стало ощутимое уже греет расслоение по температурам между потолком и полом 8 градусов сейчас 43 градуса пол 55 градусов потолок дельта т 8 градусов на 2 и 7 десятых метров то есть как бы это очень очень я считаю хороший показатель ну что сказать 58 градусов да и сколько подали я думаю сколько с нас сбежало продрев это такой качественный мягкий чтобы бежать не охота что нагрелся уходишь и все плывешь сразу под душем сколько минут 15 минут 7 сидели почему в саунах вред воздух сухой и происходит переиспарение слизистой волочек который мы дышим носоглотка горло то есть и получаем когда горячий воздух больше 100 градусов ожоги вертали она пересушивается дышать тяжело не полезно здесь воздух мягкий влажный дышится вообще легко воздух абсолютно свежий самая главная баня процедура это потение потение даже древнееврейские бани да то есть там отдельная комната была у них они делали древнееврейские которые еще в тамуде указаны купальник купальник горячего термо типа типа римских нагревались костром нагревались большими каменные плиты то есть она делась двухэтажные внизу в цокольном этаже здесь костры чтобы потолок нагревался в пещере а потолок являлся полом как раз добавить над ней строились небольшие легкие укрытие и на этих теплых камнях парились а процесс потения чтобы не заражать окружающей средой евреи это хорошо знали была вынесена отдельная комната где именно наиболее горячие камни наиболее высокая температура чтобы там именно потеть после этого они омывались в проточной воде и только после этого шли в термо то есть бассейн чтоб был чистый так ничего может перейдем к варенью запариваем горяченький наш кибирский можжевельник николаевич горячий осторожно как говорят банщики мастера велики довести клиента до мурашек то есть это высшее искусство и наслаждение клиента потому что мурашки это как раз начинаются вибрации термо вибрации мембран клеток и вот ощущение вот этих самых изменений поверхностных когда кожа начинает от стресса сворачиваться открыли сезон далее путевку в жизни этой бане да то есть ну можно рекомендовать видео я думаю да хотя я сижу еще жар идет но говорю еще завтра будет понятно завтра еще будет эффект от бани будет проявляться на протяжении 5-6 часов после такого мощного века прогрева 5-6 часов эффект еще точно то есть кирпичным печам жить жить да потому что ну эффект прогрева совсем другой у чего тепло температура выше 60 не поднимался 61 то есть ну было достаточно жарко да то есть пощипывал влажность была почти 70-70 то есть температура 60 влажность 70 и это ощущение жаркости причем запас пара который подали там три ковшечка всего хватает чтобы получить дозу что уже пора убегать уже больше не охота поддавать уже охота допариться и выскочить такое ощущение легкости есть здесь надо на улице чем дышится а дышится в паренке легко по-прежнему хотя вот сколько заходов было но что завершаем сегодня решаем день парения так скажем баня коррективы надо внести сейчас после нас люди придут я думаю что они будут в восторге мы им создали вот сейчас уже реально неохота уходить то есть вот жена сидит она говорит я уже не хочу уходить сейчас то есть ну сейчас уже уже все пора то есть пробраться еще надо ну все завершаем наше сегодняшнее интервью тестовое да благодарим александра что пригласил нас ну все всех попарим всем пока всем пока всех попарим приходим